Любимые строки фронтовой поэзии в подарок прохожим. В преддверии Дня Победы ученики и педагоги одной из школ областного центра придумали акцию «Стихи в кармане». Они не просто делились с белгородцами своими любимыми произведениями о Великой Отечественной войне, но и оставляли им на память небольшие книжечки карманного формата, которые напечатали сами. Продолжит Наталья Войтенко. Перекрёсток в самом центре Белгорода на несколько часов превратился в импровизированную избу-читальню. Строки, рождённые войной, заставляли останавливаться даже тех, кто сильно спешил. Мы горды, что это наше дело. Гордость к новым подвигам зовёт. Так вперёд, без промедления смело. За святую Родину вперёд. Возьмите вот это всё. Стихотворение вам. Спасибо. Теперь я буду знать стихи. Буду их постоянно читать. Спасибо большое. Сурков, Твардовский, Высоцкий, Друнина, Ахматова. В сборник стихи в кармане вошли самые любимые произведения учеников 20-й школы Белгорода. Всего 11 стихотворений, но самых дорогих сердцу, каждое из которых ребята прочувствовали всей душой. Мы учили стихотворение не для того, чтобы выучить, рассказали и забыли, а для того, чтобы мы его помнили и чтобы оно осталось в нашей душе. По словам педагогов, в этой маленькой книжке собран изысканный поэтический букет. Самые пронзительные строчки о войне. Вспоминаем народную мудрость. Книга – это большой сад, который можно поместить в сумке. А стихотворение – это великолепный цветок, который с лёгкостью помещается в кармане. Вот мы и придумали создать такой букет стихов. Думаю, стихи производят всегда сильное впечатление и оставляют глубокий след в душах наших людей. В акции «Стихи в кармане» принимают участие разные города России. Повсюду, в самых людных местах, в кафе, на остановках, в скверах. Ценители поэзии оставляют карточки с поэтическими строками, которые запали им в душу. И любой желающий может взять их с собой. Белгородские школьники решили пойти дальше. Раздать мини-книжки карманного формата прохожим прямо в руки и прочесть им свои любимые стихотворения. Это очень важно, что дети помнят и знают. И стихи рассказали, и молодцы. К акции подключились и белгородские дошколята с удовольствием делясь теми стихотворениями, что выучили к празднику. Ты расскажешь даже в сказке ни словами, ни пером, как летели стимцы в каске под Москвой и под Орлом. А те, кто получил сегодня один из 250 экземпляров мини-книг со строчками стихов о войне, будут носить их не только в кармане, но и в своем сердце. Наталья Войтенко, Виталий Петренко. Новости мира Белогория.